Всем привет, дорогие друзья! С вами Саша Шкудун и сегодня будет традиционная домашняя готовка. Чем еще заняться на карантине? Готовить мы будем деруны, драники, по-русски, кто не знает. Очень нам захотелось этого нехитрого блюда. Картошка есть, лук есть. Почему бы не побаловать себя? Тем более, Оля хочет провести небольшой эксперимент. И для нас чушь тоже приготовить дерунчики. Рецепт абсолютно стандартный, бесхитростный. Естественно, у вас может быть свой рецепт. По ингредиентам здесь вообще все просто. Смотрите, значит, нам потребуется картофель, нам потребуется луковичка, чтобы не темнела вот эта вот смесь, потому что картофель на воздухе окисляется и чернеет. Чтобы этого не произошло, добавляйте в смесь лук, и все будет у вас замечательно. Перемешивайте, и классно. Можете добавить сметану, но по вкусу мы добавляем сметану. Муку, естественно, яйцо, перец, соль. Картошку я обычно чищу вот таким вот ножичком. Он офигенен, просто офигенен и удобен. Вот просто вот так. Раз, 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 и очень быстро можно это все дело части почистить. Приступим. Ребят, дальше все просто. На мелкую терку натираем лук. На самом деле Оля лук не ест, не любит, но дерунчиков-то хочется, да, поэтому, собственно, она согласилась, но попросила, чтобы я потер лук на маленькой терочке. Выполняем просьбу. Да, чтобы не плакать при татирке лука, возьмите пластинку жвачки и пожуйте. Слез, как не бывало. Маленький секрет. Ну, а теперь все просто. Натираем и картофель, но уже на крупную терку. И не забываем это все дело потом помешать, чтобы картофель не темнел. Можно, конечно, на мелкую наделить, но сделали и так, и так, получается. И так, и так вкусно. Вот это все перемешиваем время от времени. Ну, вот смотрите, что у нас получается. Картошечка светленькая, классная, смешалась она с булковичкой. Сейчас мы сюда добавим еще наших ингредиентов. О, спасибо, Настюша, молодец. Когда она его забирала. Так, теперь мы сюда вобьем яичко и положим где-то ложечку сметанки. Прекрасно. И чуть-чуть помешает. Можно перец, соль еще, а потом мы добавим еще муки чуть-чуть. Что там сметану за кадром ешь? Не поликонкору. Вкусно. Конечно, вкусно. Только оставь нам еще на драники. Такое количество драников, нам нужна целая банка сметаны. Красотуля моя. Да. Мы сделаем из двух видов муки. Из обычной муки отделим, да, 50 на 50. И из кукурузы. Давай еще одну большую муку. Сейчас дам. Ну что, мы подумали, что сюда надо полтора яйца, ну или два яйца. Так и сделаем. И Насте отдельно мы сейчас потрем картошечку. Сделаем детские. Сделаем детские дирончики тоже. Ну как же, не только нам есть, еще и малыш у нас есть. Не нужно об этом забывать. Оля разделила яйцо. Разделила? На два. Ну, сейчас разделю. Что такое говоришь? Ну, одно яйцо на два. Раз. Все. И Настюша еще. Сюда пересыпем ее. Оставим. Та-дам. Раз. Та-дам. Вообще неудобная перечница. Не покупайте такая дорогая. И лучше в сельфу купить ее там. Там 80. Ну, тоже она обойдется. В новой сельфу? Ой, дороже. В сельфу. Пишем. Что тебе дать? Пастилу. Пастилу? Мы скоро кушать будем. Ну да, это неудачно немножко. Очень неудачно. Соль посолить тоже. Не знаю, сколько сюда темно. Сейчас перемешаем. Это не бешталевые. Драники любят соль, да? Нет, драники любят соль. Поэтому надо соль нормально посолить на такое количество картошки. Если честно, вообще делаем не по рецепту, а на глаз. Да, что, хватит, хватит. На глаз. Да, замешиваю, а я пока повторю. Не повторяйте наши ошибки. Видите, сок стал образовываться. Но я его не могу вылить, потому что здесь яйцо. Надо было сначала посолить слегка. Картошка выпустила сок. Этот сок бы вылили, а потом уже добавляли яйцо. Будем компенсировать это, значит, мукой. Итак, пока Саша там натирают для Настюши картошку, я беру пшеничную муку. С легкой горкой сюда наборная. И кукурудную муку. Ради эксперимента в этой части. Сейчас посмотрим, достаточно ли муки. Не хочется делать картофельные блинчики. Немножко муки было, я думаю, достаточно. Просто не будем эту влагу забирать с собой. Я думаю, Насте стоит на мелкую терку картошку. Или ты уже потёс. Что-то такие картофельные чипсы, они, драники. Я думаю, они обычно делаются на мелкой терке. Ты всё на крупную сделку. Настюша, что ты там кушаешь? Настя, видите, щачки красные очень сушат. Наверное, вода, погода. Сухие, красные щачки. Мажем кремом. Ухожу. Прихожу. Ухожу. Прихожу. Ну, можно к тебе прийти? Можно? Нет? Не любишь камеру? Нет? А любишь же, когда кино про тебя показывают? Ну, так, а если камера на тебя не наводить, то кино не будет. Ну, Насте сделали картошечку на меленькую терочку и лук на меленькую терочку тоже. Солим. Да, солим. Перчи. А, перчи не будем. Без перца. Яишенку сюда. И муки немножко. И всё, и будем уже. У Насте можно больше муки. Переходить к второму этапу. Непосредственно приготовление. Уже такая, кажется, прикольная. Кажется, Насте, вы крутые. Вы тоже. У нас тоже крутые. Потому что у нас такие щежики такие. Дёжики. Мораженая. Это же жакушеванность. Процесс жарки будет происходить на таком вот рафинированном кукурузном масле. И кисом будет действующим лицом. Пожарки. Так, сейчас только костыли, надо поныкать половин. Допускаем сразу две сковородки. Да, Насте будет жариться на сковородке для блинчиков. И на каком-то другом масле. Да, и на другом масле. Да, и на другом масле. По пленам тоже хорошее дело. А, ты помнишь, где какая? Тут кукурузная, а здесь пшеничная. Посмотрим, какая вкуснее порция получится. Настяные наклейки. На липкий, на липком. Постелим. Еще? Еще? Нет, уже нету. Это, видишь, последнее. Все, мусор. Тут масло, конечно, жалеть не стоит. Правильно. Хотя, наверное, переборщил. Ничего, нормально, маслянистые будут. Жирный. А, нужно будет, да, чтобы жир стек полотенечко. На полотенечки. На большую-большую тарелку. Это маленькая тарелка. Можно, да, большая. Можно там, да, сюда. Большая. Да, можно на нескольких тарелках. Мы хорошенько разогреваем сковородки, потому что нам они нужны горяченькие. Можно, кстати, добавить чесночка или лучка. Вот этим можно перышки добавить. Апельсин. Мама, дай апельсин. Она уже полезла, полезла. Настюша, нельзя. Ты что? Нельзя, Настюша, здесь. Хозяйничка. Драники кушай. Дай драники, иди смотри. Смотри. Надо ее на стульчик поставить. Настюш, ты первый раз будешь пробовать их. Они очень вкусные. Да? Смотри, как мама тоже делает. О, я такие жужики любил. Ой, класс. Любят эти стульчики по краям, они зажаривают. Впрочем, Саша просто любит чесно. Настюш, не плачь. Ты же будешь блинчики есть. Смотри. Смотри, какие жужики симпатичные, да? Класс? Да. Класс. Класс. Сейчас мама будет их переворачивать. Лопатку возьмем. И они зажариваются. Получается очень офигенные. Но надо хорошенько прожарить. Вот почему я бил крупные. Они в форме вот этих тех блинов, которые на мелкую терочку. Ну, они и так, и так получаются интересные. Но вот здесь и из-за изюминка. Мама, это обыгры. Яблоко. Черт, так вот. Видите, как бы идеальные. Ровненькие, как блинчики. Не подгорают ничего. Ну, точнее, не подливают. Очень хорошо разогреть. Здесь, я думаю, тоже они будут хорошие. Переборщила с маслом. Нормально. Потому что они на топленом масле жарятся. Ну да, на топленом масле интересные. Ну, несколько раз проверяйте, смотрите. Переворачивайте, чтобы они не подгорали. Ну, там вообще идеальная сковородка для днёйчиков. Ну, что, это такое же покрытие, одинаковое. Ну, она же маленькая, такая, не глубокая. И те же жиры, прикольно. Обожаю их. Настя говорит, это лук и пробует каждый. Мне не нравится, она кладёт его на место, а потом следующее берёт. Да со сметанкой. Ой, прекрасно. Не знаю, насколько это будет. Давай дальше. Настюша, это не бери. Это мама будет сейчас орудовать. Помощница. Да, ну, какую-то ещё маленькая помощница. Ну, это... Ну, так они должны быть, подрумянникой. У меня ж не буду ей горелую. Ну, не горелую. Это, 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 это. Вторая порция. Нет, это да. Их нужно классно с огня кушать. Врач, если они полежат, они уже будут не такие вкусные, как если их сразу покушать. Поэтому нужно не терять момент пользоваться. Пить хочешь? Нет. Частую. Ложечку положи, Настюш. Я уже все два делю на пробу. Оля поставила уже те, что... На какой муке? Пшеничной? Кукурузу. Наваливаете сметанки и кушаете. Ну, а ведь офигенно получается. Просто одуренно. Да, Настюш, пробуй. Пробуй тоже, кушай. Это очень вкусно. Настюша уплетает только так блинчики. И мы сравним сейчас будет. Детские, кстати, получаются очень нежные. Именно детские, детские классные. Смотрите, вторая порция, да, немножко не получились. А хотя тоже поджарить, нормально, не рыхлые. Нормально. Просто интересно будет сравнить. Это пшеничная мука, а это кукурузная. Кукурузная. А ты куда? Там не очень вкусно. Честно говоря, мне из пшеничной нравится больше. По вкусу. Из пшеничной вкуснее. Чисто субъективное мнение. Интересный вкус. Они хрустящие более. Нет. Ну, не знаю, мне они показались. Мне напоминают... Ну, со сметанкой идут эти и те, на самом деле. Ты обжариваешь котлеты, допустим, в кукурузной муке. У них такая же корочка по вкусу. Просто подольше подержать, они такие же обжаренные будут. Вкусно. Вкусно идти, идти. Да, да, на вкус. Ну, кому-то больше нравится. Ну, да, мне больше нравится вот. Обычно пшеничная мука. Да со сметанкой. Ой, это восхитительно. Настя смотрела, смотрела, вот мы едим драминки. Она говорит, мама, намажь сметанкой. Я ее без ничего дала. Она тоже захотела. Просто не очень хотела и магазинную сметану давать. Ну, и что. Вкусно? Да. Конечно. Ну, ну, сейчас. Ты сметанку ешь? Маски, понятное дело. Вот так сметанку кушай. Такой довольный ребенок. Смотри. И перется сметанки. Такой довольный ребенок. Субтитры подогнал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин